Важные улики нашли эксперты, которые помогают следователям найти виновников разлива нефтепродуктов на сайме в Сургуте. Напомним, в июле река в центре города оказалась покрытой искусственной и опасной для экологии пленкой. А неделю назад общественности заговорила о повторном загрязнении. К работе сразу приступили спасатели и специальная комиссия. Одни устраняли последствия происшествия, а вторые взялись за расследование. Репортаж Светланы Круковской. Масло плотной пленкой осело на поверхности воды. Ее отсасывает вакуумная машина. Спасатели торопятся ликвидировать отравляющую реку добавку из продуктов нефти. Сайму второй раз за месяц залили топливом. Два боновых заграждения стоят, два ряда не выпускаем в сторону сайма парковой зоны. Здесь просто сборка идет. Мы заводим все это в кольцо, уплотняем, чтобы пленка толще была. Подгоняется машина вакуумная, все это откачивается и увозится. Рыба и лягушки погибли еще в прошлый незаконный слив нефтепродуктов в реку. Живые организмы отравились ядами от 200 литров мазута. Распространение опасной жидкости дальше по водоему останавливают заградительные боны. Это своего рода поплавки с грузом внизу. Масштабы ЧП могли быть в разы больше, но после ликвидации нефтепродуктов в первый раз спасатели не успели убрать водяные заборы. Благодаря им площадь загрязнения составила всего 300 квадратных метров. Подобный случай еще возможный, чтобы минимизировать ущерб природе. Заградительные боны оставят здесь до зимы. Сколько отработанного топлива сбросили в реку в этот раз? Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям не могут сосчитать. Известно, что речь идет о сотнях литрах. Говорить о количестве вещества, которое было сброшено, не представится сейчас возможным. Почему? Потому что, для понимания, один литр нефти загрязняет один тысячу кубических метров воды. Поэтому ведро ли здесь или больше, сказать сложно. Преступника против природы ищут полицейские. Следователям вызвались помогать члены комиссии по чрезвычайным ситуациям. Они провели свое собственное расследование. Заглянули в десятки колодцев и нашли тот самый, куда незаконно слили мазут. На стенах канализационной трубы остались важные улики. Маслянистые пятна. Отсюда опасную жидкость в реку смыла большая дождевая волна. Экопреступнику будет грозить административная ответственность и большой денежный штраф. Его выпишут за экологические ущербы и за саму ликвидацию аварии. Светлана Круковская, Роман Турбин, Вести, Югория, Цургут.